Уважаемый Сергей Валерьевич, уважаемые коллеги, я думаю, что для нас Крым это особый регион и его история и судьба нам глубоко не безразлична. И те вопросы, которые сегодня Сергей Валерьевич поставил, я хочу даже свой доклад с них начать. Давайте обратимся немножко к тем практикам, которые вообще по всей нашей стране сегодня проходят, но особенно болезненно воспринимаются в Крыму по понятным причинам. Мы говорили о том, что с 1 января вступили нормы закона в 44-м о том, что те жалобщики, которые подают жалобы на госзаказ, которые заведомо не могут исполнить этот подряд, например, когда физическое лицо жалуется на стройку, ясно, что это физическое лицо не может исполнить строительный подряд. Оно не зарегистрировано в СРО, ну вообще это лицо не вправе больше, ну оно может что угодно писать, там, в спорт лото и куда угодно, но эти жалобы по рассмотрению не подлежат, ну очевидно. У нас есть банда негодяев, которая затерроризировала всю страну, и в это время миллионы людей страдают из-за того, что мы с вами вынуждены были по этим жалобам там разбираться, значит, месяцами и в конечном итоге тормозили там важнейшие социальные объекты и стройки, ну в силу закона и всего остального. Железно это все отбрасывайте. Дальше, вторая тема, ну а если вот говорят даже юридические лица, значит, вот они вообще даже не обращались за разъяснениями оферты. Но если он подал какую-то жалобу, да, о том, что вот у вас заточка, разъясните почему, да, бумажку какую-то послал в адрес заказчика, ну, наверное, его можно признать заинтересованным лицом. Но если он вообще никаким образом ни в чем не участвовал, да, в принципе, опять же, возникает жалоба, возникает большой вопрос, мы обязаны это рассматривать? Может быть, на заточку и обязаны, но на все остальное это почему? Но тоже возникает вопрос, я вам говорю по практике, значит, нам, Артем, нужно сделать такие разъяснения, это же здравый смысл, поймите. И это по всей стране, вот я уезжал отсюда, я с калужским губернатором там шесть раз поговорил по телефону, да, точно такие же абсолютно проблемы. Но это же мы с вами виноваты, что мы не можем никак в законодательстве, на которое мы сильно влияем, не можем, наконец, добиться однозначных фраз. Мы уже тысячу раз говорили, слава богу, этот вопрос сейчас мы порешали, это внутренняя безопасность помещения административных органов, ну, прежде всего, судов. Ну, не безразлично, на самом деле, где есть совещательные комнаты, особенно в судах общей юрисдикции, там, подконвойные помещения, кто ввинчивает лампочки. Или кто ходит там вокруг этих комнат, вокруг наших судей и возит наших судей. Или то же самое про прокуроров, да и про нас с вами, нам что, абсолютно все равно, кто по тендеру выигрывает и придет, у нас и будет с нашим-то режимом секретности, с гособоронзаказом бродить по нашим коридорам? Ну, что, мы сумасшедшие какие-то, что ли? Значит, ну, эту тему сейчас решили вроде в законодательстве. Но давайте ее применять очень активно, потому что, на самом деле, требования к закрытым торгам в отношении административных зданий, зданий городских районах администрации, они правомерны. Нам не хватало еще заварушек каких-то, терроризма и всего остального. Поэтому, ну, надо это помнить, если мы не можем прямо решить этот вопрос, ну, решите через АТС-1 и АТС-2. Объект секретный, секретный, закрытые торги, все. Все. Если у нас ума не хватает написать прямо и открытую эту норму в законе. Или то, что мы сейчас говорили, вот Сергей Иванович сказал про демпинг. Ну, есть у нас соответствующая норма, ну, которая у нас вначале, она была записана из Министерства экономики, что если больше, чем на 25% упала стартовая цена, то в этом случае там действительно комиссия может собраться и выбрать там кого угодно. Ну, сейчас, насколько я понимаю, значит, эту норму прямо связали с полуторакратным увеличением обеспечения. Так это обеспечение ничего не дает. Понимаете? Оно часто ничего не дает. И делается часто этот демпинг фирмами, которые, на самом деле, успешно проходят предквалификацию, а в некоторых случаях она и невозможна, как серьезный элемент, серьезная предквалификация. Мы сами позаботились о снижении критериев, да, соответствующих. Правильно, из благих побуждений. Но на самом деле, ну, за 35 миллионов нельзя сделать то, что стоит 104 только геологоразведка и сейсморазведка здесь, в этом регионе, да. Но даже если она стоит не 50, а там 35, на что строить-то они будут. Замысл-то в другом совершенно. Я прямо официально, вот Сергей Валерьевич сказал, что мы обратились к правоохранителям, что есть специальные злонамеренные конторы, которые специально срывают торги. Для чего? Они занимаются шантажом, понимаете? Они реально приходят в администрацию или к тому победителю, который номинально победил, и говорят, там, 10% отката, либо мы тебя засудим с помощью ФАС. И мы становимся с вами орудием в руках жуликов, понимаете? Это нельзя допускать. И тот, кто сегодня отвечает за это направление у нас, в принципе, вы должны чувствовать свою вину в том, что мы не сделали оптимальную историю с этим. Иногда очень трудно определить, что такое демпинг, это понятно. Но, тем не менее, мы должны сделать эти решительные шаги. Ну, это же жизнь. Это жизнь, которая реально существует за окнами наших кабинетов. Значит, мы должны ответить на все эти вопросы. Или я хочу попросить о следующей вещи. Слушайте, ну, все, что касается наших детей, ну, давайте как-то относиться к этому трепетно. Вот мы опять же говорили про детское питание. Ну, что происходит в Крыму? Значит, и вообще не только в Крыму, по всей стране. Ну, берут это пальмовое масло, значит, и тащат, и кормят наших детей. Ну, хорошо ли это для развивающихся молодых организмов, если они питаются не тем, чем полагается питаться? Ну, конечно, это ужасно, на самом деле, могут быть любые отклонения, там, язвенная болезнь, чего хотите. Понимаете? Ну, правильным является ввести контроль партий, поступающих туда. Ну, чтобы санэпиднадзор или другие органы, которые обладают аттестованными лабораториями, ну, делали просто хроматографию, всего этого делали, чтобы это было видно. Вначале нужно проверять там сплошным образом все это, потом выборочно. Но надо предоставить такую возможность. Ну, что делают наши УФАСы? Они говорят, вы вводите незаконный барьер. Но для детей-то, может быть, надо подумать, что это законный барьер. Понимаете? Если речь идет о жизни и здоровье граждан, особенно детей, по Конституции, это вы же юристы все, это высшая ценность, она выше конкуренции. Значит, мы должны так и руководствоваться основным законом. Ну, ладно, там для взрослых, я еще понимаю, там можно дорогостоящие процедуры не вводить. Но здесь-то, а что получается? Для того, чтобы властям здесь, в Крыму, осуществить проверку даже одной партии товара, по закону уже о надзоре, поправке, нужно обращаться в прокуратуру, чтобы разрешили плановую проверку. И это опять уходит на круг, на месяца и на все остальное. Не проще ли, когда мы увидим, что власти напишут это как требование в самой Аферте, мы признаем это не барьером, а нормальным требованием. Качество продукции. Может, так сделать? Может, ума у нас хватит? Я вчера об этом тоже говорил, друзья, но надо нам стараться все-таки не забывать о жизни. Да, мы боремся за конкуренцию, несомненно. Но вся жизнь конкуренции не исчерпывается. Есть еще очень много важных вопросов, связанных со здоровьем, безопасностью, терроризмом. Мир слишком сложен. И нужно быть мудрыми людьми, чтобы принимать такие решения. Но мы, конечно, вам напишем обо всем об этом еще раз. Я прошу, прежде всего, управления по госзаказам, Артем, тебя прошу, да, все эти вопросы четко, на них дать ответы, чтобы все наши территориальные органы могли опираться, прежде всего, на нашу общую позицию. И мы должны им следовать. Я надеюсь, что и судьи нас поддержат. Вчера я приводил пример, как судьи принимают решение. Они правильно принимают решение. Они говорят, да, нарушение было, но институцию делать не буду. Потому что это означает вернуться назад. Что, взорвать этот дом, что ли, детский сад, который был по процедуре несправедливо построен? Бред же какой-то, правда? А мы с вами как фанатики какие-то, упертые. Ну, нельзя так делать. Я не про всех, разумеется, говорю, а про некоторые элементы нашей практики, с которыми сталкиваюсь тоже каждый день. И мы пытаемся это вылечить. Я целыми днями бегаю и решаю. А что делать, если в суде такое случилось? А вот такое случилось. А все потому, что мы закон такой написали. Вот эти нюансы мы не учитываем. Мы считаем, что безбрежная конкуренция должна быть. Я специально об этом второй раз говорю. Вчера говорил, обратите на это внимание. Надо строго следовать закону, но при этом понимать иерархию законодательства. И это обязательно нужно, что за рамками нашего закона есть конституционные законы, а есть и Конституция Российской Федерации. Не забудьте про это. Но, тем не менее, давайте вернемся к теме. Значит, пожалуйста, второй слайд. У нас есть счастливая возможность практически подвести итоги шестилетнего политического цикла. Слава Богу, сейчас президентские выборы завершились. Будет инаугурация 7 мая. Владимир Владимирович вступит в свои должности и права. А мы, собственно, за эти шесть лет сегодня друг другу должны рассказать, чем мы занимались, в чем были наши ошибки. С ошибок я уже начал. Но теперь давайте вспомним немножко, чем мы занимались в последнее время. Во-первых, мы с вами смогли принять четвертый антимонопольный пакет. Это очень важный документ, который позволил нам развивать инициативу уже очень серьезно. И в сделках слияния поглощения найти совершенно другое качество. Я уже приводил, и все вы знаете про сделки Bayer-Monsanto, например, и другие серьезные сделки, которые мы сейчас работаем, где мы уже не просто говорим, продайте тот бизнес или для условий конкуренции выполняйте поведенческие требования. Мы потребовали трансфера технологий. То есть нам будут переданы все сельскохозяйственные важнейшие технологии, над которыми за миллиарды долларов работали специалисты Bayer. Они будут переданы безвозмездно половина, а половина по схеме Royalty минус 25% на 10 лет. Это будет очень большой прорыв в области сельского хозяйства и возникновение определенной независимости от этих крупнейших организаций сегодня, которые в мире диктуют всем странам семена, технологии Big Date в области точного земледелия и так далее. Но это просто один из примеров. На самом деле четвертый антимонопольный пакет сделал еще одну важную вещь. Обращаю внимание, что это корреспондируется с тем, что я только что сказал. Мы ушли от защиты прав физических лиц. Мы ушли от, к сожалению, да, мы не имели ни сил, ни ресурсов защищать каждого дачника, каждого огородника, например, когда их подключали к воде или к электрическим сетям. Потому что, конечно, это идиотизм накладывать там 200 или 500 миллионный штраф на электрическую компанию, которая отказала огороднику, значит, в электрификации его дома. Для этого другие штрафы, другие возможности существовали. Мы с вами оставили розницу за собой, но законом, согласие правительства мы что с вами провели? Мы занимаемся крупными компаниями, крупными юридическими лицами. Мы физическими лицами почти не занимаемся. Так что ж мы в госзаказе продолжаем от физиков жалобы принимать? Ну даже так, если по аналогии права посмотреть. Давайте к этому относиться серьезно. Нас специально правительство воспитывает и президент как мощную структуру, которая должна противостоять нарушениям сильных мира сего. Прежде всего, крупнейшим нашим естественным монополиям, государственным корпорациям, которые часто нарушают режим конкуренции и тем самым действительно замедляют экономическое развитие. Ну, условно говоря, мы с жирными котами должны бороться, говорят терминологии социалистов в Европе. А мы с вами продолжаем заниматься чем-то малым бизнесом, то какими-то вот этими всеми историями. Это неправильно. И это не важно, что кто-то скажет, что в нашей республике не такой уж большой бизнес. Для вас он достаточно большой. Но вы занимаетесь наиболее крупными системными компаниями, теми, которые влияют на экономику регион. И вряд ли стоит бегать за парикмахерскими. Ну, вряд ли, правда. Так вот, четвертый антимонополий пакет эту проблему уже решил, и поэтому все, что мы делаем не так, это рудименты. Это нужно как бы быстрее от них избавляться. Ну и, конечно, мы видели и старались всегда следовать гармонизации нашего законодательства европейскому, североамериканскому. И мы, как вы знаете, четвертым пакетом устранили последние препятствия, о которых нам сказали в организации ОСР, ОСД. Они нам дали, если вы помните, 12 коротких замечаний. Мы все реализовали, не потому что им надо, а потому что нам самим это было надо сделать. И мы это с вами сделали. И нас поддержал и президент, и правительство, хотя очень много было и шума, и гамма вокруг этого закона. Тем не менее, его приняли. А сегодня мы родили пятый пакет. Мы не хотели его создавать. Но ситуация в том, что цифровизация экономики, вот эти глобальные мировые переделы настолько быстро внедрились в нашу жизнь, что по таким делам, как Google, Microsoft или Apple и другим, мы поняли, что без изменения в законодательстве мы больше не можем. Мы должны обязательно что-то сделать, изменить соотношение интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства. Во-вторых, мы понимаем, что там, где мы влезаем в интернет, в Google или в сложные медицинские, биохимические реакции, которые приводят к образованию новых лекарств, мы понимаем, что там все абсолютно является единым рынком, вертикально организованным рынком. А вовсе не отдельные рынки, там семян существует, или Big Date, или там существует система защиты растений. Это все вместе, потому что все это вместе приводит к результату, к какому-то высокому урожаю, или, скажем, высокому удою, или чему-то еще. И отделять одно от другого в горизонтальном вот этом полостовании, которым мы всегда занимались, уже невозможно. И поэтому нам пришлось написать пятый антимонополий пакет, где вводились уже понятия сетевых эффектов и так далее. Более того, правительство настаивает, чтобы мы как можно быстрее приняли это все. И это нам предстоит еще сделать. Я покажу сейчас это на примерах, почему столько много новостей нам несет пятый пакет. Ну и наконец-то нам перешли полномочия службы тарифов и государственного оборонного заказа. И я считаю, что мы достигли здесь огромных результатов. Я всех искренне благодарю, потому что переварить систему с примерно с 50 тысячами тарифов, которые назначаются ежегодно в нашей стране, что само по себе идиотизм. Почему на один год и почему 50 тысяч? Это вообще непонятная тема. Надо уходить на самом деле от регулирования такого массового. И мы это будем делать. И мы с вами написали закон об основах тарифного регулирования, который призван на самом деле установить совершенно ясные и понятные правила. Во-первых, многих освободить от тарифного регулирования. Во-вторых, определить, что всегда в тарифе, что никогда в тарифе, где норматив, и наконец прекратить этот бардак, когда у нас в одном и том же регионе один куб воды стоит в 50 раз на одной станции больше, чем на другой. Это же невозможная вещь, в 50 раз. Я большего бардака, чем вообще за 27 лет в госслужбе, чем в тарифном деле, который нам было передано, не видел никогда и нигде. Более того, сама система настолько коррумпирована, настолько была создана и заточена на индивидуальные решения по каждой станции в каждом регионе и так далее, что это просто, ну, я считаю, что это просто организованная группа. Потому что по-другому я ничего не могу представить себе, чтобы это могло случайно так возникнуть. Поэтому нам здесь, конечно, нужен закон, но смотрите, что мы с вами сделали. Правительство сказало, мы ушли от принципа затраты плюс в принципу инфляция минус. Это, в свою очередь, я потом позже об этом чуть-чуть остановлюсь, дало нам возможность сегодня устанавливать железные дороги, там, почти на 10 лет тариф по принципу инфляции минус 0,1. Электрическим сетям на 15-10-15 лет по принципу инфляции минус 0,1. А что это такое стабильность? Это инвестиции, это возможность повышенной капитализации, это возможность на каждый рубль, привлеченный в качестве банковского кредита, получить как минимум еще три дополнительно от инвесторов частных. Вот результат простого тарифного решения. А научились мы с того, что жизнь нас заставила дать нам длинный тариф по Хабаровску, по аэропорту, потом еще по аэропорту здесь, в Крыму, потому что иначе инвестор не понимал, как ему вообще жить, как он строит. Как можно вообще представить себе, что кто-то что-то построит, серьезный порт, аэропорт, или что бы это ни было серьезное, если он имеет тариф на один год. Ну где вы идиотов видели таких? Ну так жила вся страна по 20 лет, пока нам это с вами не отдали. И мы с вами перешли на формулы. Мы вначале с вами перешли на формулы в образовании нефтепродуктов, потом стали смотреть металлы когда-то, а наконец и до тарифов добрались, когда нам это отдали. Это на самом деле великолепное решение, которое мы с вами провели. И сегодня правительство объявило свои официальные стратегии, инфляцию минус и баста. И сегодня те, кто накачан был этими огромными тарифами, я имею в виду Газпром, РЖД и все остальные, они делятся уже со своей вот этими массой, да, значит, своей, ну жирком своим, да, делятся со всеми бизнесом и с нашими гражданами. И пусть попробуют только этого не делать. И давление на издержки реально началось. Но для этого нужно было сделать еще одну реформу, которую мы с вами сделали. Нужно было, чтобы вся экономия оставалась в их распоряжении. И мы это сделали в военном деле, что, вообще говоря, стало самой последней грандиозной реформой за 20 лет в экономике обороны. Это отдельный разговор, подробно не могу останавливаться на этом. И мы это сделали для всех монополий сегодня. И они стали сегодня, многие, работать. Я сказал бы, все работают, кроме Газпрома. Но у него, видимо, другие задачи. Это важно. Следующий слайд, пожалуйста. В политическом плане нам грех жаловаться на отсутствие поддержки. Ну, наверное, президент так никого не поддерживает, как нас. Потому что его указ президента, первый в истории о национальном плане развития конкуренции в стране, это фундаментальная вещь. Он заложил основу наряду с 8 и 34 статьей Конституции будущего. Теперь каждые 5 лет будет утверждаться на национальный план развития конкуренции по отраслям. И он, как глава государства, и как глава исполнительной власти, и как человек, который единственный, который может обратиться к судебной системе, к общественным институтам, он всех попросил объединиться общей целью работы для того, чтобы достигнуть именно этих показателей и использовать, наконец, ресурс конкуренции, потому что мы находимся в мире очень ограниченных ресурсов. Кредиты западные и прочие стали нам весьма недоступны, восточные немножко специфичны и тоже достаточно дороги. Ну, где у нас ресурсы развития? Ну, прежде всего нужно, чтобы производитель труда росла, чтобы уровень человеческого капитала рос, чтобы система образования продолжала развиваться. В этом будущее. Будущее в мозгах, а не в мышцах больших и, я не знаю, в какой-то чистой физической силе. Но это значит, надо использовать достаточно дешевый ресурс конкуренции, потому что всегда конкуренция увеличивает производительность труда, всегда рождает инновации, всегда приносит положительный эффект. И президент это сегодня объявил. Более того, нам была оказана честь на первом заседании Госсовета после избрания президента, да, и Госсовет, все губернаторы, все наши товарищи слушали вопрос о развитии конкуренции в регионах. Это было 5 апреля, совсем недавно. А перед этим правительство получило жесткое указание президента, поручило нам, и мы исполнили теперь программу по 11 отраслям, сделанную как единая программа правительства по развитию конкуренции от энергетики до здравоохранения и образования. Она написана в правительстве и будет в ближайшие недели утверждена. То есть у нас три этапа указ, решение правительства по отраслевым программам, каждая из них фундаментальная, и решение по регионам Госсовета. Вся три этажа. Этим занимался лично президент, всеми тремя вопросами. Ну что тут еще нам нужно? Нам только работать надо. Да, у нас там зарплаты могут быть проблемы и все остальные, но вообще говоря, само чувство радости от того, что ты можешь что-то сделать, и ты имеешь политическую такую серьезную поддержку, оно само по себе очень важно, правда? Так давайте сейчас навалимся, пока у нас есть такая поддержка и такая возможность. Следующий слайд, четвертый. Ну, во-первых, мы должны сказать спасибо большое судьям. Вы увидите там дальше, что на самом деле, несмотря на грандиозные преобразования, когда не стало высшего арбитражного суда и остался только Верховный суд, наша практика не изменилась. Да, были у нас там полгода тяжелых, тревожных, но не будем о них вспоминать, они остались позади. Но самое главное, что когда Объединенный суд эту практику всю взял в свои руки, то оказалось, что у нас примерно столько же отмененных решений за обжалом, те же самые 15%, но 85% мы с вами выигрываем в высших инстанциях. Значит, наша результативность, конечная, итоговая, это и есть 85%. И это действительно очень правильно и очень хороший результат. И, в общем, наверное, к более высокому стремиться не надо, потому что когда 100%, это уже, знаете, 37-й год. Не надо, у нас можно выиграть, но очень трудно. И вот меня устраивает такое положение дел, когда судьи очень кропотливо и тщательно проверяют нас самих на дурость, на непрофессионализм, на все остальное. Так должно быть. И такой должен быть результат. Но что важно, вышли же новые пленумы, уже Верховный суд и по госзаказу, и по конкуренции выпустил свое обобщение. И это само по себе, конечно, является очень важным, потому что у нас должно быть великолепное законодательство, то есть законодательные акты, у нас должны быть судебные акты, которые объясняют судам, как нужно судить. И, наконец, наше правоприменение, работа правительства и нас в составе правительства. И тогда все это складывается в единое целое. И сегодня мы создали за 6 лет всю эту систему. Это нашим трудом в основном все достигнуто, конечно. Но у нас есть совершенно прекрасные коллеги, смежники, которые нам во всем этом помогают, и прежде всего российские судьи во всей системе. Следующий, пожалуйста, пятый слайд. Наступило, на самом деле, новое время по борьбе с картелями. Единственная статья Уголовного кодекса, по которой мы работаем, 178-я, заграничение конкуренции в создании картелей, увенчалась двумя заседаниями Совета безопасности по поручению президента. Вышли очень жесткие поручения. Мы доказали нашему правительству и нашей администрации, что на самом деле 2% ВВП под угрозой и являются, по сути дела, теневым бизнесом, который основан на мошенничестве в форме сговоров, связанной с разделами рынка, с ценообразованием. И сегодня у нас оперативно рабочие группы работают и с ФСБ, и со Следственным комитетом, и с полицией. Все, лед тронулся. Сегодня дня не проходит, чтобы мы не работали вместе с нашими свежниками, с правоохранительными органами. Они задействовали весь арсенал доступных им возможностей по картелям. Все, что мы с вами делали до этого 15 лет, это такая разминка была, такая полуамнистия, когда максимум оборотный штраф, но не было на самом деле уголовного наказания. Теперь все будет. Сейчас 9 уголовных дел, по которому проходит около 30 субъектов, они имеют все основания отправиться за решетку. Потому что началась другая эпоха. Потому что мы 10 лет доказывали, что это великое зло, но 10 лет никто на это не реагировал, пока не вмешался. Президент не сказал, займитесь этим делом наконец всерьез. Поэтому мы сегодня с вами обращаемся со всех трибун и говорим всем, через журналистов наших уважаемых, тоже коллег и партнеров. Время прошло, ребята, больше не надо вам этим заниматься. Оставьте эти плохие практики, загремите за решетку. В наших условиях не надо вам жизнь, свою судьбу ломать. Лучше работайте нормально, спокойно в конкурентном мире. Следующий слайд. У нас, как вы знаете, по четвертому пакету появился президиум, наш законный орган, президиум федеральной антимонопольной службы. И мы тем самым ушли от чистого единоначалия, которое сохранено как вертикаль, в лице руководителя федеральной антимонопольной службы. Но у нас теперь есть коллегиальные органы, у нас теперь сразу много наших прекрасных голов одновременно обсуждают практики. И то, что мы работаем здесь тоже не в замкнутом кругу, а работаем с обществом, с экспертами, и прежде всего с ассоциацией антимонопольных экспертов, которая уже прожила, уже отмечала не так давно, 10 лет, это же великолепно совершенно. И эти лучшие адвокаты страны, а также другие ассоциации, с которыми мы работаем, коллеги из судов, прокуратуры, помогают нам написать важнейшие документы. И вот смотрите, какие вышли разъяснения президиума, которые являются каноническими актами для всех, подлежащими обязательному исполнению, в том числе и для меня лично. Это вопросы злоупотребления доминирующим положением. Но это более-менее традиционная схема, здесь больших революций не произошло. Но смотрите, по расчету убытков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, то, о чем мы с вами мечтали, если антимонопольный орган привлек монополиста за нарушение, то физические и юридические лица могут потребовать тоже сегодня в судах, в том порядке, в котором этот огромный многостраничный акт говорит, я обращаю на это ваше внимание, они могут потребовать тоже компенсации убытков, ущерба и всего остального. Любые лица. Но в Америке, вы еще знаете, там умножается на три такое взыскание. У нас оно пока на три не умножается, но все равно его можно взыскать и наказать их так, чтобы мало не показываешь, чтобы они не стали больше нарушать. Или следующая тема, работа с конфиденциальной информацией, с грифом коммерческая тайна. Конечно, с документами государственных секретов мы умеем работать хорошо, там проблемы у нас, слава богу, не было, работа налажена. Но с коммерческой тайной большие проблемы, когда мы вынуждены были в процессе, у нас есть две стороны, и мы одной стороне говорим, знаете, мы вот вас сейчас осудим, но мы вам не скажем, на самом деле, в чем было обвинение. Потому что это коммерческая тайна. Неплохо? У нас такие дела иногда были. Это анекдот. У нас такого больше не будет. А раскрывали мы только в суде. Все равно же потом раскрывали-то. Так что, раньше нельзя? Вот это сделано. Следующая тема. Седьмой слайд. Новые подходы. Я уже сказал про цифровую экономику. Я хочу, конечно, поблагодарить те территориальные органы, вот Мурманское управление, прежде всего, хочу поблагодарить. Ну, на самом деле, то, что удалось отловить роботов, заключающих картельные соглашения в виде программ, это, конечно, прорыв. Сейчас вот центральный аппарат такое делал, но мурманчане смогли довести это дело до конца, выиграв все в судах. Они оказались первыми, кто вообще нащупали, поймали эту тему и довели ее до логического завершения. За это, конечно, огромное спасибо. Но в целом вообще это меняет полностью весь мир и все антимонопольное применение. Мы в головах должны это уже понимать и думать, как нам на самом деле перестроить свою голову под новые технологии. Восьмой слайд. Мы с вами прогнозировали все правильно. Количество дел и в отношении органов власти упало в два раза, и в отношении всех остальных упало в несколько раз. То есть мы с вами постепенно выходим на такую практику, когда действительно мы мелочевкой занимаемся меньше, все меньше и меньше. Мы действительно серьезный такой зверь, который должен работать с серьезными другими, такими же, как мы. И в общем, в основном это все выдерживается. Вы видите, графики по всем статьям, они показывают на самом деле, что мы с вами исполняем наши слова и становимся все больше и больше органом превентивного контроля. И вот следующая тема, девятый слайд показывает, что мы стали более требовательны, мы стали значительно меньше дел по КУАПу закрывать в связи с малозначительностью, чего у нас раньше там не было, был винегрет полный. И сейчас таких дел всего ничего, около 3%. Это нормальная практика, потому что малозначительные дела существуют. Следующий, десятый слайд, показывает примерно то же самое. Так, дальше, одиннадцатый слайд очень важен. Вот доля как раз нашей работы по превентивному контролю. Мы с вами перешли почти по всем статьям на механизм предупреждения, желтых карточек, как мы их иногда называем. И сегодня мы не нападаем сразу ни на власть, не нападаем сразу на хозсубъект, а мы посылаем ему предупреждение. Если он в течение установленного срока, обычный месяц, не реагирует, не прекращает свое правонарушение, мы возбуждаем дело, дальше оборотный штраф, все понятно. Но смотрите, 76% предупреждений исполнено. Это значит, что мы 76% нашей деятельности сэкономили ресурсы нам, судам, в целом государству и, конечно, тем, кто пострадал от монополии, потому что она быстро и эффективно сама все исправила. А если бы мы пришли исправляющиками, да еще с ними в споре в суде, неизвестно еще как бы исправили, еще три года бегали бы за ними с молотком, чтобы заставить их там, в конечном итоге, довести дело до конца. Но это же отличный механизм. Многие же сомневались. А вот мы не отказываемся ли от того, что вот начнется вообще безудержный всплеск, там нарушений. Ничего не произошло. Нарушений меньше. А профилактики больше. А работа у нас позволяет, мы много сил высповодили для того, чтобы концентрироваться на сильных крупных компаниях, заниматься ими. Например, тарифной политикой, о которой я уже сказал. Следующий слайд, 12-й, это судебная практика. Я уже говорил, это на самом деле цифры, которые радуют. Вот реформа Верховного Суда и Высших Судов так прошла, что мы ее с вами не заметили. Вот смотрите цифры, да, сколько отмененных было в 2010 году, 15,5, 2011, 15,1, в 2013, 19,1, 2014, 16, в 2017, 15,7. Цифры примерно одни и те же. Это говорит, что постепенно в обществе, в системе правоприменения государством складываются уже понятные, совершенно логические взаимосвязи, которые достаточно стабильны. И это значит, что любое нарушение имеет очень высокую вероятность, 85% быть наказанным и, в общем, по полной программе, теми гигантскими штрафами, которые у нас есть. И мало шансов ускользнуть. Но, с другой стороны, и наши тоже не должны дремать, о чем уже было сказано. Следующий слайд, 13-й. Ну, есть у нас больная тема. Я еще раз ее скажу очень в резкой форме. Я по-другому не мыслю. Неявка представителей ФАС в суд это преступление против ФАС и нашей страны. Да, бывают особенности там, когда машина сломалась, там, самолет не улетел вовремя из-за тумана. Это бывает. Но не явиться в суд это означает дать выиграть на коррупционной основе нашим противникам, которых мы обвиняем. Поэтому те 93% сейчас, которые стали наши терры ходить, при всей вашей загруженности, при всем остальном, нет ничего более важного, чем ходить в суд. Это я точно вам говорю. Потому что по АПК, если вы не пришли в суд, и ваш противник сказал, что у нас на самом деле там солнце вращается вокруг земли, судья вам нужно будет сказать, да, это правда. Потому что вас нет. Тезис неопроверген. Заслезательный процесс. Поэтому на самом деле должно быть 100%. Нам есть над чем поработать. Ну, кстати, и в Крыму здесь тоже. Следующий, я пропускаю, 14-й слайд, 15-й слайд, хороший на самом деле. Ну, не всегда нужно применять уголовное наказание для того, чтобы достигнуть цели. Вот 15-й слайд показывает нам с вами, что мы стали гораздо более широко применять дисквалификацию должностных лиц, причем именно уже в виде генеральных директоров. Вот в свое время Ольга Сергеевна сделала это в Новгороде, это было прекрасно, но сколько лет прошло. Потом одно-два дела в год, а теперь у нас уже, пожалуйста, уже 7 решений о дисквалификации. 7 крупных начальников лишены судом права занимать руководящие должности. Ну, пусть немного на рынке труда повращаются, поработают разнорабочими, я не знаю, кем еще, простыми инженерами, но нечего нарушать. Вот это хорошая работа. И я поздравляю управление и Калужское, и Кемеровское, и Московское областное, и Ростовское, и Самарское, и Чувашское. Берите с них пример, ребята. Генеральные директора, не надо их отправлять в тюрьму, надо просто лишать их права получать высокую зарплату и руководить с кем-то. Годика-три отдохнут, глядишь, по-другому будут себя вести. Хорошая мера. Вот ее нужно максимально широко тиражировать. Я прошу вас это делать. Шестнадцатая тема, шестнадцатый слайд. Я хочу сказать, что мы за эти шесть лет сделали решительный шаг по формированию организованного рынка и зрелого рынка по нефтепродуктам. Биржа. Великолепно работающий механизм. Каждую неделю мы получаем индексы, бенчмаркинги и по соответствующим контрактам внебиржевым, и биржевые котировки, и нетбеки мы получаем все. То есть мы имеем совершенно объективную рыночную картину цены, текущую на каждый день. Это делает биржа на основании постановления правительства. Заседает биржевой комитет. Сколько хорошего на самом деле сделано. Напомню, главное в бирже не цена. Цена сама по себе важна. Но самое главное, если мы говорим, например, о рынке газа, можно не ходить больше в Газпром, в принципе, не обивать пороги, не платить им взятки за то, чтобы они к вашему предприятию, работающему уже 20 лет, продолжали подавать газ. Можно купить его на бирже. Вообще не обращаюсь в Газпром практически. Вот демонополизация. Реально. И не надо для этого вычленять из Газпрома газопровод, ломать всю систему. Не надо устраивать цирк. Это сделано. И важно, чтобы объемы были большими. Надо, чтобы на всю нашу страну этого газа хватало для тех, кто оказывается в таком дискриминированном положении, либо строит новые предприятия. Ему нужен источник постоянный для того, чтобы они могли проектировать свою деятельность на 5-10 лет. И это есть. И это сделано. И сегодня это сделано как один из самых совершенных механизмов в мире. Кто нам говорил 10 лет назад, что у нас ничего не получится? Все говорили, что ничего не получится. И прежде всего те, кто за это отвечал. Но тем не менее была и биржа создана. Виктор Алексеевич Зубков подписал. И она работает прекрасно. И не только, кстати, этим занимается, а еще и контракты на нефть, наконец, уже разработаны и пошли у нас как будущее для нашей страны. Вообще фантастическое совершенно. Мы делаем то, что делает сейчас весь мир, кто обладает серьезными ресурсами. И Сауды делают свой контракт и делают китайцы. И мы сделали свой контракт. Но это такая большая политика уже, геополитика, если хотите. Но внутренний рынок газа и нефтепродуктов, что бы ни говорилось, теперь демонополизировано за счет биржевых торгов. Это факт. И еще мы дальше с вами пойдем совсем другим путем, как говорили. Но этого уже достаточно, чтобы это все работало. И вы помните, что нас лет 7 не лихорадят. Вы помните, что каждую посевную 7 лет назад Владимир Владимирович совершенно разъяренный, потому что ему все говорили, что все ужасно. Цена росла на 30-40%. Где ФАС? Вы что? И мы единственное, что могли сделать, это возбуждать дела и даже установили все рекорды по штрафам один раз. Остается непобитым рекорд примерно в 650 миллионов долларов, извините, что в американской валюте говорю, взысканных с нефтяных компаний. Это вообще 8 штраф в Европе был на тот момент и в мире за всю историю антимонопольных органов. Мы их заставили себя уважать. Но мы же не можем каждый раз возбуждать такие дела, вести масштабные. Судов сколько там было? Там сотни-две судов только было в регионах, по каждому региону и федерации на самом высоком уровне. Мы только этим занимались с вами. Сейчас биржи, этого достаточно. 17 слайд. Про тарифы я сказал, возвращаться не буду. Очень важные вещи это сохранение сохранение тех денег, которые за счет давления на издержки должны оставаться в распоряжении той же железной дороги или, скажем, транснефти и так далее. Мы с вами это все сделали. И вот, наконец, 18 слайд. Это эпохальная вещь. На самом деле, правительство удалось сделать, ну, вместе с нами, я думаю, что мы здесь сыграли главную роль, удалось сделать эталоны. Сколько примерно должен стоить куб воды, одна гигакалория тепла при нормальных условиях производства с учетом районирования, с учетом используемой технологии. Существуют разные ответы на эти вопросы. Существует семейство эталонов по каждой позиции. Но от этих эталонов мы видим 20-30-кратную разницу фактически назначенных тарифов. Возникает вопрос, а что же делать с теми регионами, где тариф там 8, 10, 15 раз выше, чем эталон? Почему он завышен в 15 раз? Ну, я уже объяснил, на мой взгляд, почему он оказался таким? Снижать? Нет, наверное, не снижать. Но сделать это обязательной инвестицией и прежде всего в сохранение того ресурса, о котором идет речь, мы обязаны. То есть твоя разница между твоим фактическим тарифом и эталоном это обязательные инвестиции, которые должны быть под руководством местных властей, вложены в инфраструктуру, чтобы вода, уже подготовленная для питья, не утекала, чтобы электричество, значит, из-за того, что частота меняется, не управляемо не исчезала, не пропадала, чтобы труба, прохудившаяся, была заменена, и чтобы мы отапливали не воздух, а все-таки квартиры. Ну, мы посмотрели, там, ну, самая маленькая цифра, которая возникает, это 200 миллиардов рублей, самая маленькая, на страну. Значит, если, ну, в Крыму это не так, здесь тарифы на ворот ниже, да, но, и, наверное, и правильно, потому что здесь переходный период должен продолжаться достаточно долго, а есть регионы удивительные, я понимаю, когда тариф на Чукотке, там, на воду высокие, туда возят просто в цистернах воду, прям кораблями там привозят, вот, потому что там пить с питьевой водой очень плохо, там дорогой тариф, там он может быть обоснован, но почему он в Адыгее такой же почти, как на Чукотке, я понять не могу, и таких вот, вот таких вот выскочек, вот таких выскакивающих значений огромное количество, поэтому, как результат коллегии решения сегодняшнего нашего, я прошу наше управление ЖКХ, управление энергетики, разослать вот эти наши схемы, значит, как раз тарификации по каждому региону, чтобы каждый регион, каждое управление себя нашло, увидело, где вы находитесь, на каком месте вы, по воде, по теплу, с бытовым компаниям, чтобы вы могли меры принимать, вы сразу видите, вот точка эталона, если влево, значит, тариф завышен, вправо тариф занижен, заниженных, сразу скажу, процентов 25 регионов, а 75-то завышен, я спрашиваю министерства, а нафига вы это делаете так, они говорят, мы должны кормить отрасли, то есть, они не граждан должны России кормить, а отрасли, а бизнес сколько заплатил, а бюджетная система в целом, за этот, за этот тарифный вот эти все, за этот тарифный гигантизм, сколько заплатила, школа, больница, за электричество, за заводу, за тепло, за все это, сколько из бюджета вылетели, до триллиона вылетели, в чью пользу, этих монополий, а куда их монополии потратили, дофига знает куда, на рестораны, на футбольные команды, на создание домов отдыха, ну, и слава Богу, есть еще на производственную деятельность, правда, следы не всегда можно найти, помните, да, мы в тарифной заявке нашли 500 бутылок вина Ротшильда и женские украшения без бриллиантов, в тарифной заявке, которая была на деле, что мы читать не будем, наши коллеги нашли, я на правительстве просто этот слайд показал, это факт, это как у нас, вот у нас так это было, следующее, 19, ну, примеры тарифной политики, например, пассажирские перевозки, индексация ноль, а с учетом того, что инфляция в стране 3-4%, значит, минус 3-4, соответственно, мы применили такой метод, не просто инфляция минус, а вообще абсолютный ноль и абсолютный минус, по меньшей мере, около 10 раз, то есть мы такие снижения сделали и для транснефти, и для оператора, значит, этой самой, администратора торговой системы в области электричества, и по целому ряду позиций, транспортировка Газпромом, то есть на самом деле мы тарифы снизили, в физическом выражении, мы более чем в 30 регионах отменили повышенные тарифы, потому что их еще хотели, потому что они и так в 15 раз больше, еще местные жулики хотели, еще их поднять на 20-30 процентов, мы нашими приказами отменяли их пачками, Коми, Забайкальский край, Куча, Владимир и так далее, это мы делаем каждый с вами день, то есть мы не просто теперь занимаемся тем, что мы устанавливаем тарифы, мы еще не даем хулиганить, мы получили эти права из рук законодателя, мы теперь унесли новые законы для того, чтобы мы не просто могли отменять эти решения, но когда нужно и принимать за них эти решения, иногда есть суровая необходимость в некотором повышении, иначе просто встают сами агрегаты, и у нас есть очень плохие примеры, например Петербург, где из популистских соображений этого не делали там долгие годы, а теперь надо повышать, бог знает на какую величину, что тут уже невозможно, нужно плавно, спокойно это делать, или украдут, как в том же Петербурге, пару миллиардов долларов, так что на 56 лет вся система теперь, фактически, чтобы ее восстановить, нужно 56 лет, если вот с теми же тарифами продолжать собирать тарифы, 56 лет надо ее восстанавливать от этого воровства, ну там сидят люди уже, ну только нам-то с вами, и питерцам не легче от этого, правда, ну надо какие-то меры принимать, правильно? 20 слайд, ну я говорил, что мы не стесняемся, а даже гордимся тем, что мы очень много занимаемся социальной сферой, заниматься социальной сферой, это нужно просто обязательно это делать, нужно это понимать, что это людям очень нужно, гораздо более важно, чем все наши рассуждения о великих там канонах, о всем остальном, я конечно хочу сказать, что я хочу поздравить наше управление по социальной сфере и все территориальные органы, мы изменили всю систему регистрации лекарств жизненно важных, и мы снизили за счет системы регистрации 500 лекарств жизненно важного списка наполовину, на 50%, это фантастический успех, мы с вами применили современные методы бенчмаркинга, мы сделали так, что мы выбираем из 20 референтных стран, и по самой нижней цене, которая есть в других странах, это уже препарат, это же фирма, мы говорим, а почему в России выше, почему в Польше продаете по этой цене, которая в 3 раза ниже, а у нас в 3 раза выше, нет, друзья, 10 статья у вас на лбу написана злоупотребление доминирующим положением, раз, и второе, мы вам препарат разрегистрировали, выкинем вас с рынка вообще, либо вы возьмете и зарегистрируете нормальную цену, как условно Польша, так и случилось, поэтому Тимофей это все проводил огнем и мечом, и все эти фирмы бегали, они бегали, побегали, бегали по всем начальникам, по всем лоббистам, по всем кураторам, но все добежали до президента, он им дал по голове пару раз, все, больше не бегают, ну а пару фирм нам пришлось снять с рынка, они теперь имеют ноль на рынке в России, ну хорошо, потеряли 145-миллионную страну, молодцы, зато всем остальным пример, да, там можно методики усовершенствовать, это действительно так, но это результат, но еще более фундаментальный результат, мы вместе с Ростехом, ну, немножко с помощью Минздрава, а иногда даже не с помощью, а совсем, к сожалению, наоборот, все-таки создана система бенчмаркинга вообще в таблетках, и мы сегодня имеем возможность получить средневзвешенную по стране и средневзвешенную по региону оптимальную цену для каждого препарата, если мы видим отклонение больше на 20%, нам компьютер красным, серо-бурмалиновым выделяет это так, что мы сразу видим в разы, где в 8, где в 5 раз, и сразу начинаем антимонопольные дела, если бы еще Минздрав сделал нормальный реестр лекарственных препаратов, что задерживает нам юридическую практику, они должны были давно это сделать, если бы они наконец это сделали, мы могли бы тысячами дел сбить цены на лекарства по всей стране, но они никак не могут сделать, более того, там противодействие откровенное этому всему, там сидит группа граждан, которая на самом деле просто привыкла жить по-другому, я сейчас не буду всякие версии выдвигать, почему, но они должны это сделать, потому что суд верховный нам запретил заниматься взаимозаменяемостью препаратов, потому что вообще говоря, этим врачи должны заниматься, ну очевидно, не мы с вами врачи, но врачи почему-то так устроены в министерстве, что там врачей почти нет, и там занимаются этим ловкие люди, но к сожалению так, откровенно говоря, даже вот уже, мы уже просто на ор перешли, потому что из-за этого на два года заморожена наша практика, хотя мы все равно находим пути, и вам спасибо большое за это, чтобы все-таки мы добились того, чтобы эти цены уменьшались, и по регистрации вот есть такой хороший результат. Следующий, 21-й, роуминг. Я хочу Анатолия Николаевича попросить обязательно сегодня, поскольку мы в Крыму находимся, мы не должны об этом забывать, провести обязательно брифинг для журналистов и правильными словами всем объяснить и порадовать, что вообще говоря, национальный роуминг и вся ситуация с Крымом, она в общем завершена. Мы добились огромной победы, и конечно, хочу сказать Сергею Валерьевичу слова благодарности, потому что он заботится о людях, которые здесь живут, и если бы не его встреча с президентом, не поддержка, не попадание прямо в указ президента 21 декабря, требование президента навести порядок в роуминге, мы, может быть, и не добились бы ничего с вами. По Крыму мы добились, а по России еще 2-3 месяца у нас осталось, но мы добьем эту тему обязательно. Но мне очень хотелось бы, чтобы именно здесь, Антон Николаевич, вы и Лена Заева, чтобы вы рассказали, как идеологи, что сделано правильным языком и как вы собираетесь, как мы собираемся все это делать дальше. Это очень важно для людей, особенно для молодежи. Таких побед не так уж много. 22 слайд по госзакупке, это то, что касается разных сложных объектов. Замечу, что введена новая обязанность, что генподрядчик теперь не может, выиграв подряд, просто перепродать этот подряд кому бы то ни было, он 25% должен делать сам. Если он сам это не делает, то, соответственно, могут быть и санкции и все остальное. Ну и субъективные критерии снижены, это хорошо. 23. Административное обжалование в стройке. Напомню, что пока эта тема развита весьма и весьма слаба, но сейчас изменилась вся нормативная база, мы приложили к этому руку, вышли 6 постановлений правительства. Если где-то кто-то отказывает строителям не основательно, то мы должны вмешаться, и если предъявляются требования к документам, которые не предусмотрены законодательством, либо к срокам, либо ко всему, мы должны вмешиваться, имеем право возбудить соответствующее дело, чтобы побудить более быстрым процедурам. Следующий, 24. Оборонный заказ я уже сказал, более подробно говорить не буду. Надеемся, что эта реформа пойдет во благо и позволит сэкономить для нашего оборонного блока, для нашей страны сотни миллиардов рублей. Я убежден, что так и будет. 57 закон, сейчас не касаясь этой темы, там все более-менее нормально будет скоро, и уже сейчас идет нормально. И, наконец, наша международная инициатива, несколько слов про них. 26. Мне была предоставлена честь выступать в Юнгтад, прямо в здании Лиги наций, в Женеве. Практически мы выступали перед почти Генеральной Ассамблеей ООН, только в виде Юнгтада, где мы сделали большой доклад о том, что транснациональные корпорации, грубо нарушая антикартельное законодательство национальных различных стран и вступая в сговоры, злоупотребляя доминирующим положением, буквально угнетают малые страны. И даже таким большим странам, как мы, достается неслабо. И там, где эти 3-4 компании работают, в этих странах, например, в Соединенных Штатах, законодательство о картелях устроено как? На внутреннем рынке картель действует тюрьма, а на внешнем аплодисменты, спасибо большое, побольше денег, пожалуйста, приносите в бюджет США, грабьте страны, делать, что хотите. Это все истинная правда. Мы живем в 21 веке, когда казалось, что даже вообще невозможно на эту тему рассуждать. Ничего подобного. Тотальная дискриминация. Покупка на корню урожаев и перепродажи тем же странам по двукратной, трехкратной цене того же риса. Значит, ограничения по семенам, ограничения по лицензионным договорам, везде сплошные ограничения. Интеллектуальная собственность на службе узких групп лиц, так, казалось бы, должно быть, но так не должно быть в гипертрофированном виде. И мы обратились с инициативой изменить так называемое приложение F кодексу торговых практик Юнгтат. Потому что сегодня это документ восьмидесятых годов слабенький, а нужно было описать плохие практики. Я, в общем, очень горжусь тем, что сегодня десятки стран присоединились к нашему документу. И мы сейчас в составе рабочей группы, куда, кстати, и США вошли, и европейские страны, мы сейчас работаем над тем, чтобы это было вынесено на Генеральную Ассамблею ООН. Итоговая точка, середина пути будет в середине следующего года, когда будет окончательно понятно, попадет ли это в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Но это мы с вами написали. Но выше уровня Генеральной Ассамблеи ООН нет ничего в мире и в природе. Я уж не знаю, до какой трибуны мы можем добраться дальше. Дальше уже только на Луне или на Марсе. Но это серьезно обсуждаемая вещь. Более того, мы имеем полную поддержку и президента, и Министерства иностранных дел. Потому что Россия, как в прежние советские времена, возвращает себе роль защитника малых народов. В Африке, в Латинской Америке, где все это в основном происходит, в Южной Америке, там эти страны, в Юго-Восточной Азии. Они просто, когда это услышали, они вначале не поверили своим глазам. Но тут же, прямо на этом заседании, около 30 стран выступило и поддержали нас все, кроме Италии. Вот не знаю, почему Италия сказала, что ничего не надо. Ну, видимо, они там от Европы как-то готовили Италию к этому. Но лучше бы это была не Италия. Лучше бы какая-нибудь другая страна. Но, тем не менее, они тоже мягко высказались. А потом американцы записались в эту рабочую группу, ну, наверное, для того, чтобы ничего эта группа не сделала. Но пока вроде нормально все идет, процесс идет, вроде все хорошо. 27-я тема. Это уже лучшие дела территориальных органов. Вот посмотрите, ряд дел я хочу показать. Может быть, даже чуть-чуть не в том порядке, какие они места у нас заняли, но просто куда мысль ваша должна развиваться. Вот еще раз. Что такое лучшее дело территориального органа, возвращаясь к нашим проблемам? Это когда вы открываете новую страницу в правоприменении. Так применяете закон разумно, что еще мы не догадались, что его можно так применить. Но, конечно, это все должно быть направлено на защиту конкуренции. Безусловно. Или вы находите новые технологии, признаки новых правонарушений, как вы увидите в других примерах сейчас. Вот Красноярская УФА обнаружила, что при обороте леса грубые нарушения конкуренции и на самом деле, восстановив через судебную систему всю эту историю, оказалось, что они спасли от незаконного использования 17% годовой заготовки древесины в Красноярском крае. Представляете размер Красноярского края и размер заготавливаемой там древесины. Что такое 17%? Молодцы. Молодцы. Ресурс кто-то хотел украсть. Не больше, не меньше 17% сели сосеки расчетные. Ну, здорово. Спасибо. А вот дело, которое я считаю лучшим. Это мурманское дело. Я о нем уже говорил. Роботы заключают в компьютерах картели. Мурманчане нашли их, поймали за руку. Суды присудили то, что мы правильно. Это первые в истории федеральные антимонопольные службы и один из первых, может быть, в мире вообще прецедентов, закончившихся положительной судебной практикой, вот этих самых применений, вот этих самых лжероботов и вот эти безобразия, которые были реализованы. Ну, и вот это очень важно. Дальше. Московская областная ФАС. Ну, должностное лицо за картель уже было дисквалифицировано. Хорошее решение. Это следующий слайд, 29-й. Ну, и итог. 30-й слайд. Итак, у нас есть стратегия, как вы знаете, фасовская до 2025 года. Мы за эти последние 6 лет сделали все, что мы хотели. Все, буквально. И благодаря политической поддержке, которой мы на сегодняшний день обладали и обладаем, я надеюсь, у нас это все получилось. Это было очень тяжело. Потому что, как правило, когда речь идет об отраслевых ведомствах, все ведомства против нас. Нам еще сильно не везло, что в последние 6 лет, за исключением последних полутора, Министерство экономики было против всех наших инициаций. Единственное, кто нас поддерживал, Минфин. Чаще всего. И больше никто. Но спасибо еще поддерживали многие губернаторы. И мы, опираясь вот на, только на практически всех сидящих здесь в этом зале и политическую поддержку высших должностных лиц государства смогли это сделать. Между тем, количество дел против органов власти сократилось в два раза. И это очень хорошо. Это означает, что это постепенно такая развивающаяся модель конкуренции. Она постепенно достигает умов, достигает понимания в рецепт практикующих, прежде всего, политиков, губернаторов, их команд. Пятый антимонопольный пакет. ФАС, наконец, стала не просто победителем конкурса Всемирного банка. А мы заняли первое место по лучшим делам в мире. И то, что там больше, чем 50% англосаксов проголосовали за это в этом году, ну, у меня вызывает удивление. Они нас по рейтингу придерживают. Вот мы 18-й в мире, да, из 140 стран. Я считаю, что мы давно в десятке. Они нас придерживают. А здесь они отдали нам пальму перенесного. Но, видимо, все, что касается таблеток, ну, правда, Тимофей и его уважаемые коллеги сделали лучше всех в мире. Это я совершенно уверен. Нигде вы ничего подобного не найдете. И они это признали. Но это удивило меня сильно, но я очень обрадовался. Поэтому у нас с вами золотой кубок, а до этого было много и серебряных, и бронзовых. Теперь есть и золотой кубок, можно на стенку повесить. Но мы так и сделаем, наверное, да. Большая радость. Я не знаю, он приехал уже, Тимофей, к нам нет. Уже приехал, да. Ну, все замечательно, прекрасно. И теперь главная задача, а? Вот такой стеклянный. Ну, хорошо, стеклянный, какая разница, хоть деревянный. И теперь главная задача и главная стратегия. Главная задача, это просто выполнять указ номер 618 президента России у конкуренции. Ну, это просто, чтобы он был выполнен. Если он будет выполнен, то я думаю, что наша миссия, она будет очень успешна. А главная стратегия не совсем вам понравится, друзья. Потому что ваши полномочия все шире и шире, но и работы-то больше становится. Лавинообразный процесс. А главная стратегия заключается в том, что мы должны перейти от чисто хранительной функции к функции активного развития конкуренции на федеральном, региональном и муниципальном уровне. И вот те показатели, которые госсовет принял, я надеюсь, сейчас они выйдут за подписью президента, о том, что в 43-х отраслях нужно, чтобы появлялся частный бизнес, чтобы это развивалось, ФАС не может не ответить на вопрос о том, а как это сделать. Да, мы сделали эти коэффициенты так, чтобы где-то в каком-то регионе это уже было сделано. Можно снять трубку и позвонить. А в Москву, в Крым, в Татарстан, еще куда-нибудь, где это сделано? А в большинстве регионов не сделано. Но тем не менее, ФАС, когда нас будут спрашивать, должна всегда отвечать. Да, 30% транспорта частного делать надо вот так. А чтобы сделать рыбопереработку 80% российских, надо делать вот так. И для этого мы сейчас предпринимаем определенные организационные усилия для того, чтобы у нас появились и структурные некоторые подразделения, которые будут заниматься с точки зрения активного продвижения конкуренции. А беда вся в том, что больше некому. Жизнь показала, что правительство сделало это уже сейчас. Это пятый подход к снаряду, как говорят тяжелоатлеты. Четыре подхода, стандарты развития конкуренции регионов, прямые программы по развитию конкуренции в отраслях. Все закончились ничем. И только волей президента сейчас, если он за счет возможным подписать то решение, которое сегодня предлагается, только тогда это будет возможным. Я уверен, это будет возможно и будет реализовано. Слава Богу, в нашей стране федеральные законы и указы президента выполняются. Слава Богу. Поэтому мы очень надеемся, что с самого верхнего уровня будет могучий импульс придан, но тогда мы должны становиться другими. Мы стали больше переходить на превентивный контроль и выдавать желтые карточки вместо бесконечных разбирательств. Мы с этим справились, результат отличный. Мы высвободили часть ресурса, но теперь этот ресурс, а его мало, нужно будет направить на то, чтобы еще и развивать конкуренцию. Помогать региональным властям выстраивать правильные позиции по поддержке малого бизнеса, по инженерии, по инфраструктуре, по гуманитарным направлениям, включая образование, частное здравоохранение и так далее. Мы к этому с вами готовы. Мы на самом деле в этом хорошо разбираемся через кейсы, а нужно, чтобы через управленческую вертикаль власти это проходило и было эффективным. Для этого, собственно, и существует национальный план развития конкуренции в нашей стране, утвержденный президентом России. Вот на этом я хотел бы остановиться, дорогие друзья. Задачи у нас действительно очень большие, но итог, как всегда, один. Я хочу сердечно каждого из вас поблагодарить за ваш нелегкий труд, потому что вам достается много, много шишек. Вы на передовой, вы в окопах, вы в регионах. Счастье, когда вы можете вместе с властями. Счастье. Не всегда так получается. Часто вы еще и не с властями. Часто вы находитесь в таком драматическом одиночестве, но вы свою борьбу продолжаете искренне и честно. И подавляющее большинство из вас, конечно же, я думаю, что заслуживает и государственных наград, и разного рода поощрений. Слава Богу, об этом руководство помнит и нас не забывает. Поэтому сегодня, позже во второй части, мы опять наградим и государственными наградами, и ведомственными наградами наших отличившихся людей по уже состоявшимся указам президента, решениям правительства. Я думаю, что это будет совершенно заслуженно. Еще раз вам большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok